Такие видеосеминары проводятся регулярно. В онлайн-режиме освещаются вопросы, связанные с подготовкой к единому дню голосования и обсуждаются организации работы участковых избирательных комиссий. В этом году выборы проводятся по обновленному избирательному законодательству. Количество депутатов сокращено со 100 до 70. А составление протокола об итогах голосования будет проводиться при помощи QR-кодирования. На некоторых участках современная технология применяться не будет. Тем не менее, такие семинары необходимы всем членам комиссии для повышения профессионализма и правильного применения норм законодательства. У нас электронный урный КАИП, которые за участковую избирательную комиссию уже составляют итоговый протокол. Но, общаясь с коллегами, я могу сказать, что все коллеги отмечают эффективность данного метода работы, что на самом деле облегчит уже работу избирательных комиссий. В день голосования 10 сентября на территории города откроется 222 избирательных участка. Избиратели получат два бюллетеня по одномандатному избирательному округу и по краевому избирательному округу. На территории Сочи образовано три одномандатных избирательных округа – морской, сочинский и курортный. На территории города Сочи 13 кандидатов. Уточняю, что по округу номер 33 зарегистрировано 5 кандидатов, по округу номер 34 зарегистрировано 4 кандидата и по округу номер 35 также зарегистрировано 4 кандидата. В избирательных бюллетенях по краевым округам содержится сведения о пяти избирательных объединениях. Напомню, в данной выборной кампании отменены открепительные удостоверения, упразднено досрочное голосование. Избиратель может быть включен в список по месту фактического нахождения. Единый день голосования состоится 10 сентября.